Братва, всем привет! Сегодня решил поснимать на балконе. Заодно посмотрим, как оно все смотрится. И хочу вас поздравить с 9 мая. Сегодня 9 мая, у нас праздник. Я вас поздравляю и хочу пожелать, чтобы мы никогда не поучаствовали, никогда не испытали то, что произошло с нашими дедушками, бабушками, прабабушками, прадедушками. Потому что это был ад. Ради нас они умирали и я очень хочу, чтобы этого больше просто никогда не было. Я за мир во всем мире, чего и вам желаю. Сегодня расскажу про мое отношение к 9 мая и про вообще кто я такой, почему я такой умный, почему я тут рассказываю, философствую о жизни и нужно ли мне верить. Как бы некоторые пишут, что я там долбоеб, о чем я говорю, кто я такой. Сейчас все расскажу. Насчет 9 мая мое мнение такое. Погибло очень много людей. По какой-то верной 100% статистике ее не существует. Даже ученые что-то пытаются подсчитывать. Но типа к 27 миллионам человек. Я про русских людей. Про всю эту тему, связанную с государствами. Кто эту войну начал. Каким способом ее победили. Что такое вообще государство. Фашизм. Что фашизм и был и у них, и у нас. Ну вот такое вот мнение всякое разное. Я не буду вот об этом говорить. Я скажу свое личное человеческое мнение. Погибло очень много людей. Людей, которые хотели жить. То есть наши дедушки, прадедушки, ну бабушки, прабабушки, да. Они хотели жить так же, как хотим мы жить сейчас. Они хотели жить, кайфовать и ну как-то заниматься собой, своей семьей, своими работами. А пришлось им погибать. Пришлось испытывать на себе лютый ад, который им нафиг был не нужен. Они хотели просто жить, а получилось так, что они в холод, в грязь, в дождь, в снег, во все эти непогоды. Не знаю, какое у них было питание, какая там была гигиена. Да никакой, наверное, это не было. И они умирали. Они за что-то бились. А хотели жить. И, соответственно, это трагедия. Как я могу к этому относиться? Мне очень жаль, что оно вот это произошло. Но в этот день закончилась война. Война, в которую мы умирали. Мы, в смысле, наши родственники. Дедушки, прадедушки, прабабушки. Они были такими же людьми, как мы с вами. Вот точно такими же. Просто жили тогда. И нам повезло, что мы родились сейчас, а не тогда. Если бы я родился в то время, мне пришлось идти точно так же воевать. И, скорее всего, наверное, меня бы ебнули. Хотел бы я этого? Конечно, нет. Поэтому День Победы хорошо, что закончилась война. Это хорошо? Конечно, хорошо. Это трагично все. Да, это все трагично. Много людей погибло. Как я сказал в начале, я надеюсь, что этого никогда не повторится. Так что мое мнение такое, что война закончилась. И слава богу, лишь бы ее никогда больше не было. И второй вопрос насчет того, как я веду этот канал. О чем я здесь говорю. А говорю я тут о жизни. Как правило, в основном о своей я говорю как бы со своего опыта. Я вам скажу честно, я не претендую на какую-то, как сказать-то, на правильность своего мышления. Я просто излагаю свои мысли. Я никакой не знаток жизни. Я наоборот, у меня больше вопросов, чем ответов. Конечно, с жизненным опытом я начинаю кое-что понимать. Потому что совершаю ряд поступков каких-то и получаю на них какой-то фидбэк. То есть можно понимать, что если сделать это, то скорее всего будет вот так. Если в данный момент поступить пассивно и ничего не сделать, то тебя в дальнейшем ждет вот это. С опытом что-то начинаешь понимать. И мне в целом жизнь очень интересна. Вот сама по себе жизнь. Сколько мне жить осталось, я не знаю. Я надеюсь, еще бы вот 100 лет дотянуть бы до 80 или 90 лет. Причем в таком крепком состоянии было бы очень круто. Но как будет, так и будет. Жизнь может прерваться в любой момент. Хоть через минуту, хоть завтра, хоть послезавтра. Она может закончиться. Я об этом прекрасно помню и понимаю это. Но я хочу прожить подольше. Прожить жизнь с удовольствием. Прожить жизнь интересуясь ей. И это мой сейчас, вот самый главный мой интерес. Может это какой-то жизненный этап. То есть что мне интересно, что как происходит. Поэтому я интересуюсь разными, вот такими вот как бы вопросами вечности, так скажем. Через некоторое время, может это отойдет. И мне опять будет мало что интересно. Я буду просто жить в кайф. Я и так в принципе стараюсь жить в кайф. Но не всегда получается. Не хватает такого философского отношения или мудрого отношения к жизни. Вот я это и ищу. Вот об этом стараюсь говорить вот именно с этого канала. То есть блок тихого это, блин, это мое исследование жизни, короче. Звучит очень круто. Но типа, ну типа так, да, ребята. Поэтому здесь я с вами, ну сказать, что я тут максимально честный. Ну ничего не сказать. Я такой, какой я есть. Если даже где-то присутствует какая-то фальшь, то это скорее зря до того, что я чего-то еще недоосознал. Может быть так. Я стараюсь быть честным. Иначе интереса в этом никакого нет. Изображать из себя что-то. Ну я не хочу. Да и смысла нет. Потому что меня тут же вы раскусите. То есть делать из себя, представлять из себя что-то, кем я не являюсь, показывать себя. Какую-то фигуру изображать, которую я хотел бы, чтобы вы меня увидели. Я этого делать не буду. Я какой есть, такой и есть. Поэтому уж простите меня, но на этом канале я буду вот говорить о каких-то таких вот вопросах вечности, высоких темах. Но также и о жизненных и низменных каких-то вопросах, которые, кстати, очень тоже интересны. Низменные вопросы типа пожрать, потрахаться, посрать, да. Почему нет? Это что же жизнь? Так что, если интересно, спрашивайте. Короче, ребята, блог Тихого. Подписывайтесь, пишите комментарии. В общем, поддерживайте меня, смотрите мой канал. Я буду вам очень благодарен. Спасибо большое. Ну а если хочешь подключиться Яндекс.Гет и Болт, обращайся. Все контакты в описании. Пока.